Аплодисменты Добрый вечер, друзья! Здравствуйте, дорогие зрители и, конечно же, телезрители! Мало кого из артистов мы можем назвать легендой, но сегодня на эту сцену выйдет поистине легендарный певец. Все до единой премии, полученные им, были только первыми. Он равновелик и в классическом репертуаре, и в эстрадном жанре, и, что для нас самое ценное, проникновенен и безупречен в романцах. Все в нем восхитительно. Удивительный по красоте баритон, яркая сценическая внешность, бархатные глаза, лучезарная улыбка. Знаете, Евгений, люди обычно ассоциируются у меня с каким-то цветом. Любопытно. Я попробую догадаться, с каким же цветом у вас ассоциируется наш сегодняшний гость. Попробуйте. Ну, пожалуй, с красным. Точно. Он вообще для меня человек-праздник. Человек, словно рожденный для сцены. Да и родился он в праздничный день, 1 мая. А ведь он мог стать военным. Все его предки до седьмого поколения служили в армии. Все были в больших чинах и не раз отличились в разных войнах. Так это по отцовской линии. А материнская линия этого артиста музыкальная. Его прадед был очень талантливым трубачом. 30 лет он проработал в Одесском оперном театре. Ну что ж, Мария, мне кажется, настала пора назвать имя нашего сегодняшнего гостя. С удовольствием. Народный артист России Сергей Захаров. А помогать ему будет Центральный пограничный ансамбль ФСБ России, дирижер, заслуженный артист России Андрей Капралов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ ПЕСНЯ Теперь зима, и те же ели, покрыты сумраком, стоят. По загнам шумят метели, и звуки вальса не звучат. Где ж этот вальс пресный, тонный? Где ж этот дивный вальс? ПЕСНЯ Старинный, тонный, да, кто был дивный вальс? ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Сергей Георгиевич, Вы в этом году отметили две красивые даты. 65-летие со дня рождения. КОНЕЦ И 45-летие творческой деятельности. КОНЕЦ Примите, пожалуйста, наши самые искренние, хоть и немного запоздавые поздравления. Спасибо огромное. И наше признание в любви. Мы тут с Марией вспоминали Вашу родословную. Я подслушивал. Мне было приятно это слышать. Все, что Вы сказали, абсолютная правда. Что ни говори, выправка у Вас действительно военная. И, скажите, не было никогда соблазна, может быть, пойти по этой стезе? Безусловно, я хотел быть военным, как все мои предки, но отец меня отговорил. Ракетчик-полковник, но он сказал, ты знаешь, я считаю, что ты должен идти тем путем, который тебе больше всего по душе. Ну и отец, я надеюсь, во мне не разочаровался. АПЛОДИСМЕНТЫ Безусловно. АПЛОДИСМЕНТЫ Насколько я знаю, Вы также очень серьезно увлекались профессиональным спортом. Это был футбол, и Вы играли за юношескую сборную Украины, не так ли? Сначала я играл за Николаевский судостроитель с 5 лет. Потом, естественно, перешел в сборную Украины, и это было все очень удачно. Я стоял на воротах, голкипер. АПЛОДИСМЕНТЫ До сих пор весь в шрамах, в разных спортивных травмах. Ну, это как раз параллельно я занимался пением в замечательном ансамбле Николаевского судостроительного завода. Ну, и у меня все время так балансировал, куда же, куда же, в спорт или в пение, в спорт или в пение. Ну, и в 17 лет очень серьезная спортивная травма, и мне не оставалось ничего иного, как идти в пение. Ну, и я не жалею, видимо, знак судьбы. Конечно, романсы — это совершенно ваш жанр. Если позволите, я продолжу. Да, будем продолжать концерт, и сцена ваша. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Звучит музыка. 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 Хризантем расцвел, И в моей груди расцвело тогда Чувство яркое нежной любви. Отцвели уж давно Хризантемы в саду, Но любовь сочиряет В моем сердце больно. Опустел наш сад, Восстановлен я прожив один, Весь измученный и невольная. Слезы катятся Пред уядшим кустам Хризантем Отцвели И в моем сердце больно. Чувство яркое нежной любви. Чувство яркое нежной любви. В моем сердце больно. Отцвели уж давно Чувство яркое нежной любви. Чувство яркое нежной любви. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Да ты галушь, а свариколу с удакану, чтобы ежка была. Ежечка, да ты спит, дружечка, но поцелуй же ты меня, курманушечка. А ну, поцелуй. А ну, поцелуй. Смелых нет. А ну, поцелуй же ты меня, курманушечка. Смелых нет. А ну, поцелуй же ты меня, курманушечка. КОНЕЦ 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сергей Георгиевич, по-моему, чтобы так петь, надо ощущать себя счастливым. АПЛОДИСМЕНТЫ Возможно. Ну, в жизни не всегда так бывает, но на сцене всегда. Я могу с полной верностью сказать, что на сцене я всегда счастлив. Поэтому, когда закончится мое счастье, лучше бы, чтобы никогда. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Георгиевич, вы часто включаете в свои концертные программы песни из репертуара Муслима Магомедовича Магомаева. Скажите, а что для вас этот артист и этот человек? Ну, вы знаете, достаточно сказать, что если бы не Муслим Магомедович, наверное, очень многие-многие артисты, которых вы знаете, любите, вообще не появились бы на сцене. Его харизма была настолько велика, настолько всепоглощающая, что, ну, 220 миллионов тогда он, страна была. Все как один в едином строю слушали Муслима, ждали его появления на экранах тогда редких телевизоров или дежурили вечерами у радиоточек, чтобы первыми услышать его новую песню. Это было великолепное время, время одного замечательного, я не боюсь этого слова, гениального артиста. Мне посчастливилось, это большое счастье в моей жизни. Мы были знакомы, мы общались, я был у него в Баку в гостях, здесь в Москве. И очень многое, в смысле цели жизни своей, и для чего ты появился на этот свет, все я почерпнул с философией Муслима. Если бы не он, не было бы Захарова, да и многих-многих других артистов. Сергей Геевич, с вами можно беседовать бесконечно, но когда такой артист на сцене, главенствовать должна музыка. С удовольствием. И так у нас Муслим, Муслим помним и чтим Муслима. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Смотри, какое небо звёздное, Смотри, звезда летит, летит звезда. Хочу, чтоб зимы стали лёсными, Хочу, чтоб было так, было всегда. Загадай желанье самой синей полночью, И никому его не назови. Загадай желанье, пусть оно исполнится, Будет светло, всегда светло нашей любви. И этот час мечтою кажется, Все соловьи земли летят сюда, И сердце вдруг по небу катится, Оно звезда теперь, оно звезда. Загадай желанье, пусть оно исполнится, Будет светло, всегда светло нашей любви. Загадай желанье, пусть оно исполнится, Загадай желанье, пусть оно исполнится, Загадай желанье, пусть оно исполнится, Смотри, звезда летит, летит звезда. Хочу, чтоб зимы стали лёсными, Хочу, чтоб было так, было всегда, Было всегда, было всегда, Было всегда. Загадай желанье, пусть оно исполнится, Было всегда, Broly, полным п Простоевиз – Ты спеши, ты спеши ко мне, Если я вдали, если трудно мне, Если я словно в страшном сне, Если тень беды в моем огне, Ты спеши, когда бедят вдруг, Ты спеши, когда мне нужен друг, Ты спеши, когда грущу в тиши, Ты спеши, ты спеши. Ты спеши, когда грущу в тиши, Ты спеши, ты спеши. Не спеши, не спеши, когда мы с тобой вдвоем И вдали беда скажет да. Листья и вода, звезды и огни, И поезда не спеши. Когда глаза в глаза не спеши, Когда спешить нельзя, не спеши, Когда весь мир в тиши, не спеши, не спеши. Не спеши, когда весь мир в тиши, Не спеши, когда весь мир в тиши, Не спеши, не спеши. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КАШЛИК С IQ НЕ СПЕШИ Сергей Георгиевич, скажите, вот ваш уникальный голос и ваш уникальный тембр – это только лишь природа или был кто-то, кого вы считаете своим основным учителем в профессии? Ну, во-первых, конечно, у каждого из нас есть какие-то необыкновенные способности, которые мы развиваем, доводим до совершенства, передаем дальше. Вопрос в том, как найти. Ну, вот мне повезло. Во-первых, это педагог. Педагог по вокалу. Замечательная итальянская школа. Долгое пение в опере. Это Маргарита Иосифовна Ланда. Замечательный педагог. Ну, что касается общения с нашей дорогой публикой, любимой, это, конечно, в первую очередь это Леонид Иосифович Утесов. Это непревзойденный мастер взять публику, обнять ее и повести с собой. Философия жизни Муслим и Георг Оц. Мне посчастливилось и с тем, и с другим быть знакомым. Главное то, что тебе дал Господь, не потерять, не растоптать, а понять и провести через всю свою жизнь. В этом есть смысл жизни, на мой взгляд. А у меня совсем другой вопрос. Коварный. Вот есть у вас что-то такое лихое, гусарское, что, конечно, безумно нравится прекрасному полу. И на ваших концертах, конечно же, подавляющее большинство дамы. Ну вот, и мне хочется от их имени задать вопрос. А какими качествами должна обладать прекрасная дама, чтобы понравиться вам? Ну, во-первых, конечно, не секрет, и ваш коллега меня поддержит. Все, что мы делаем в этой жизни, все подвиги, которые мы совершаем ради вас, ради милых дам. Что касается моих предпочтений, то для меня даже внешность не главная. Мне очень важно, чтобы в первую очередь моя дама сердца была мне другом, настоящим другом, чтобы она имела все те же интересы, которые имею я. Разделяла мои убеждения, помогала мне и помогала во всем, потому что мужчина, он ведь завихряет, он все время сходит с правильного пути. И вот женщина, умная, мудрая женщина, все сделала и так, чтобы он подумал и посчитал, что все делает он сам. А на самом деле она. Сергей Георгиевич, ну что ж, Мария своим вопросом не оставила выбора. Придется быть гусаром. Постараюсь. Когда взгрустнется другим малость, Когда вдруг станет на душе темным темно, Своим мы песню, что певалось Давным-давно, 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 давным-давно. Есть дом родной, да елкой милый, В нем невысокое заветное окно, Наверно там про нас забыли. Давным-давно, 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 давным-давно. Что вспоминать о прошлом счастье? Вернуть былое нам, былое не дано, Ведь отдались иной мы страсти. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. В сражениях нам, где на постели Расстаться с жизнью нам, расстаться суждено Отцы давно уж нас оттели Давным-давно, давным-давно, давным-давно И если враг в слепой надежде Русь покорить, русь покорить, сберется вновь Его погоним, как и прежде Давным-давно, давным-давно, давным-давно И если враг в слепой надежде Его погоним, как и прежде Давным-давно, давным-давно, давным-давно 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Жил-был Анри Четвертый Он славный был король Вино любил до черта Но треск бывала порой Лена-Лена-бом-бом! Войну влюбил он страшно, И дрался, как и тут, И в схватке рукопашенной Один он стоил двух, Лена-Лена-бом-бом-бом! Лена-Лена-бом-бом! Лена-Лена-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом! Еще любил он женщин И знал у них успех, Победами увечен, Он жил счастливей всех! Лена-Лена-бом-бом-бом! Лена-Лена-бом-бом-бом! Лена-Лена-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом! Однажды смерть старуха Пришла к нему с клюкой И я ударил в ухо Он рыцарской рукой Ля-на-лена, бам-бам-бам Но смерть полна коварства Его подстерегла И нанесла удар свой Ношом из-за Ля-на-лена, бам-бам Ля-на-лена, бам-бам От этого удара Кровь брызнула и жил И нечестивец старый Скончался, как и жил Ля-на-лена, бам-бам Ля-на-лена, бам-бам ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот слушала сейчас в вашем исполнении песенку Лепелетье из гусарской баллады и подумала, как же жаль, что вы не снялись в этой картине. Ну, как говорится, Бог миловал, потому что там был такой ансамбль замечательный. Ну, Яковлева переиграть просто невозможно. Ни до него, ни после таких актеров не было и не будет. Так что я на своем месте. Ну, и к тому же вам было в тот период 12 лет? Да, никак на гусара не тянул. Зато вы снялись в не менее популярном фильме «Небесные ласточки», где превосходно сыграли главную роль. Расскажите, а как вам работалось с вашими партнерами? Андреем Мироновым, Людмилой Гурченко. Вы знаете, это была потрясающая школа. Гурченко одной фразой поставила все на место. Я пытался что-то такое играть, а играть-то не надо. Она мне сказала, будь самим собой раз. Во-вторых, в предлагаемых обстоятельствах, ты, но ты офицер французской армии. А в-третьих, все в кино, все в глазах. Выражение глаз, все решают. Не твои движения, не твои какие-то увертки, телосложения. Нет, выражение глаз. Глаза должны жить вместе с ролью. Ты должен окунуться в эту роль. Это все, что мне сказала Гурченко, и фильм получился. Что касается Андрея Миронова, ну, вы знаете, он человек был над всем. Мы с ним мало общались. А что касается Ширинда, ну, это душка настоящая. Знаете, что называется, от Бога и человек, и актер. И от него я услышал такую фразу. Если ты послушаешь меня, то ты должен всегда работать только для того, чтобы жить, но никогда не жить, чтобы работать. Вы не раз говорили в ваших интервью, что ваша отрада – это ваша семья. А есть ли у вашей супруги любимая песня из вашего репертуара? Ну, достаточно сказать, что у нас семья одна, семья крепкая, 47 лет уже вместе. И поскольку она и я из военной семьи, можно было бы подумать, что песня о любви для нее самая любимая. А нет, в моем исполнении баллада о солдате ее самая любимая. Она всегда плачет на этой песне. Тем более, когда я приезжаю, я приезжаю домой там, ну, может быть, один раз на три дня в месяц. Вот мы обязательно эту песню включаем, когда садимся вместе ужинать, праздновать мое трехдневное присутствие. Все вопросы заданы, но, по счастью, не все песни спеты. Сергей Георгиевич, мы благодарим вас за откровенность и за ваш многогранный талант. И оставляем вас наедине с вашей публикой. Спасибо. Я с огромным удовольствием хочу спеть самую первую песню, которую спел в 1900, не 800. В 1968 году мой дебют в военном ансамбле. Браво. Пряный вечер Гаснут зори, По дрове ползет туман. Ну, ползет туман, Как о загоре Забелел твой сарафан. В чарах слезного напела Помнели топоря Знаю, ждешь ты Королева Болотого короля Чарах слезного напела Помнели топоря Знаю, ждешь ты Королева Болотого короля Турмыслом серп дубровый Плавно по небу скользит Там сорощей по дороге Раздается стук Да хит. Значит, всадник загорелый, Как-то режет полога. И все-таки Las Smela в чужой дальнем городе. Значит, всадник загорелый, Как режет полога. И все-таки,wo対 Smela в чужой дальнем городе. Грянный вечер, гаснут зори, Слышен чуткий храп коня. 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 Сегодня праздник случился. И так бывает каждый раз, потому что к нам приходят талантливые артисты. И мы слушаем прекрасную музыку. Так будет и через неделю, когда мы с вами вновь встретимся в программе «Романтика-романска». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!